привет друзья с вами снова джин лав и сейчас мы продолжим настраивать дизайн нашего сайта смотрите в этом видеоролике мы сделаем следующее мы выберем макет нашего сайта то есть сколько у нас будет колонок и как они будут располагаться то есть сейчас у нас по дизайну идет следующее справа идет колонка а слева написание текста страниц и так далее вариантов может быть множество и мы сейчас их все рассмотрим и выберем второе что мы сделаем мы выберем цвет основной цвет нашего сайта то есть как вот эти вот все до разделы каким цветом они будут отображаться то есть выберем основной цвет нашего сайта второе мы выберем цвета название описания сайта и так как приступим переходите на свою панель управления сайтом как я показывал предыдущих видео уроках и делаем так же все по шагам наводим на внешний вид нажимаем кнопочку настроить и сейчас мы приступим именно выбирать и сейчас выбирайте надпись loud и нажимайте на нее далее спускайте вниз и смотрите по умолчанию макет сайта стоит такой слева описание до страницы или записи будут наши отображаться а справа колонка разделов вот по умолчанию такой вариант сейчас сделать следующий откройте новую вкладку и откройте свой сайт и посмотрим вот у нас такой вариант справа колоночки будут у нас идти вниз до колонки разделов а слева описание давайте выберем другой вариант допустим выберем колонку слева чтобы колонка была слева страницы и записи справа вот выбираем такой вариант нажимаем сохранить публиковать возвращаемся на вторую страницу обновим обновим ее и посмотрим вот допустим вариант 2 слева будут колонки идти а текст записи и страницы будут справа вот такой макета возможен вы выбираете для себя какой вам больше нравится рассмотрим другие варианты есть совершенно без макетов то есть выберем дорога такой вариант вверх поставим галочку нажим сохранить опубликовать дальше вернемся на вторую вкладку обновим страницу то есть без макета то есть смотрите нет они здесь колонки не здесь нет колонки то есть а идет описание и записи на нашей странице во всю ширину без макет дальше следующее есть вариант где 2 2 колонки будут слева вот выбираю и нажмем сохранить публиковать перейдёмся на эту страницу обновим и посмотрим то есть будут вот здесь такая колоночки разделы будут отображаться его вторая колоночка с разделами различными а справа записи и страницы записи страниц это то тот контент который мы будем людям давать допустим там различные наши текстовые до сообщения людям видео аудио все мы будем это в записях будет отображаться и в страницах смотрите еще может быть вас это смутит может быть нет но у нас отображается как бы одна такая вот штучка а вот здесь отображается много различных разделов смотрите эти разделы можно добавлять потом и мы это к этому потом подойдем будущем и потом я там все покажу то есть смотрите то что здесь пусто это не имеет никакого значения вы сами можете сюда добавить любой раздел в следующих дальнейших уроках мы это все разберем и у вас также будет идти раздел то есть вы вам главное понять какой макет вы хотите чтобы он у вас был на сайте именно основной макет то есть вот с двумя колонками до слева а справа описание записи будут различные статьи и так далее контент или какой-то другой макет допустим макет где две колонки по краям нажимаем сохранить публиковать и посмотрим этот макет обновим страницу вот такой макет сайта да то есть слева колоночки будут идти с различными разделами какие нам нужны справа колоночки будут идти с различными разделами а посередине описание то есть макет как вариант следующий макет макет это когда справа две колонки а слева описание сохраняем обновляем страницу и смотрим то есть это вот такой макет дело справа идет две колонки будет а слева описание и для себя выбирайте макет смотрите по поводу выбора макета сразу хочу вам показать и сказать следующее то что вы выбираете макет это выбирается как макет основной то есть в основном ваш сайт и будет выглядеть по вашему макет вот например мне больше всего нравится когда две колонки слева и справа я выбираю его нажимаю сохраняю смотрите но это не значит что мой сайт всегда будет выглядеть именно вот так вот слева колонка и справа колонка это не значит что он будет всегда вот это вот так выглядит да по данному макету каждый раз когда мы будем добавлять какую-то страницу вот сюда до какой-то запись какой-то контент мы каждую страницу каждую запись каждую статью можем отображать по разному и сейчас я это вам продемонстрирует тут вы можете сейчас за мной не повторять а просто посмотреть я нажимаю на виду сюда добавить запись не обязательно повторять просто посмотрите для примера напишу здесь допустим какие бывают шины да типа такая вот у нас статья и сюда вставлю какой-нибудь текст о шинах вот просто я это показываю для примера чтобы вы поняли просто скопирую любой текст чисто чтобы вам показать за мной сейчас повторять не обязательно и не нужно это просто посмотрите чтобы понять и вот смотрите вот именно эту запись да вот именно эту запись сейчас если мы нажмем просмотреть вот просто она у нас отображается вот так какие бывают шины и тут идет статья такая да с текстом какие бывают шины но эту же запись помимо того что у нас шаблон основной стоит справа колонка и слева колонка мы можем отобразить совершенно по-другому мы можем отобразить и иначе допустим мы можем отобразить ее так во всю поставить где не будет колонок где будет только колонка слева где будет только колонка справа либо где будет только слева две колонки вот то есть выбираем так как нам самим больше нравится отображение именно этой записи, именно этой страницы. Я, допустим, выберу колоночку справа. Просто вам показывать, чтобы вы поняли и увидели. То есть, видите, именно эту страницу мы можем отобразить таким образом. Колонка справа, слева раздел. Запись, статья, страница, ну, в общем, что угодно. То есть, контент основной. То есть, вы запомнили, что вы сейчас выбираете вот здесь свой основной шаблон, именно основной. А каждую страницу в будущем вы сможете отображать по-разному, так как вам нравится. Но основной шаблон вы выбираете здесь, основной макет сайта вы выбираете здесь. Я выбрал, где будут отображаться две колонки, слева и справа. Сохранил. Итак, что мы будем делать дальше? Сейчас я вернусь в то положение, которое должно быть. Все лишнее закрою. То есть, все, мы выбрали, вы выбрали свой макет, я выбрал свой макет. Да? Страница. Теперь, как я вам и обещал, что следующее мы будем делать, это выбирать цвет нашего сайта. То есть, мы выберем цвет нашего сайта. Каким он будет цветом. То есть, каким будет цветом все вот эти вот разделы, да? Вот эти вот все разделы. Каким цветом будут. Приступим. Возвращаемся сюда. Макет мы выбрали. Теперь это закрываем и нажимаем надпись цвета. И у нас открывается вот здесь Premium Color. Нажимаем выбрать цвет. И смотрите, стоит цвет по умолчанию такой зеленовато-голубоватый. Такой вот, да? Зеленоватый цвет. Стоит по умолчанию. Опять же, так же, просто перетягивая ползунок, вы выбираете цвет. Да? Вот смотрим сразу изменения. Перетягиваем. Вот можем прокручивать вверх-вниз, здесь же. И смотреть, какие изменения происходят. Любой цвет вы можете поставить. Черный там, ну, любой. Совершенно любой. Просто перетягивая ползунок. Также регулировать можно яркость света. Яркий, темный, ну, как бы, контрастный или такой мутный, да? Регулировать яркость. Переключаясь так можно. То есть, вы здесь просто выбираете цвет, какой вам больше нравится, и все. Выбираете его и нажимаете сохранить и публиковать. Я сейчас выберу цвет, который мне больше нравится. Мне больше нравится цвет красный. То есть, я выберу вот такой цвет. Мне больше нравится красный цвет, и я на нем остановлюсь. Вы выбираете свой цвет и нажимаете сохранить и публиковать. Дальше. Я обещал, что я покажу вам, как настроить цвет заголовка. Ну, тут также все очень просто. Вот цвет текста заголовка. У меня стоит по умолчанию черный. Тоже нажимаете сюда выбрать цвет. И так же перетягиваете и настраиваете. Нажимаете цвета различные, какие вам нравятся. И настраиваете цвет. И мы видим, когда мы настраиваем, сразу вот тут у нас меняется цвет нашего заголовка. То есть, меняет цвет заголовка. Можно оставить красным, да, либо черным. Мне почему-то нравится больше здесь черный цвет, и я ставлю по умолчанию черный. Нажму сохранить, публиковать. Все. Это основной момент мы сделали. То есть, мы сейчас выбрали макет нашего сайта, как будет располагаться контент, и как будут располагаться колонки на нашем сайте с разделами. Выбрали цвет сайта. Я выбрал красный. Мне больше нравится красный цвет. Вот. И выбрали, установили цвет заголовка. Это все, что я хотел показать в этом видеоуроке. Встретимся в следующем. С вами был Джин Лав. Пока.